Привет! Мы подготовили для вас новости о технологиях, науке и IT. Будьте в курсе последних трендов. Досмотрите до конца, там вас ждет небольшой бонус. Начинаем! Как часто у вас возникает проблема, что вы, ну, не знаете, какой фильм посмотреть? Или еще хуже, выбираете нужный фильм или сериал по полчаса? Поздравляю! Ваши мучения закончились. Потому что Netflix запустил новую функцию Play Something. То есть теперь вы сможете нажать на кнопку и сразу посмотреть нужный фильм. Система подберет для вас контент по вашим интересам. Либо включит то, что вы недосмотрели. Подобные решения были и раньше. Вы, может, помните сайты, где нужно было выбрать жанр и нажать на одну единственную кнопку. И вам выпадет какой-то рандомный фильм. Но Netflix пошел и дальше. И пытается теперь выдавать кино и сериалы, которые вам по вкусу. Вангу, что остальные сервисы заберут это себе на вооружение совсем скоро. Ну а от следующей новости вы точно обалдеете. Американские военные заинтересовались технологией фена Дайсон. Но это тот, который все хотели себе на 8 марта, а получили духи. На самом же деле, внимание армии США привела к компании из Сиэтла, которая разрабатывает бесшумный воздушный транспорт с вертикальным подъемом. Который работает по аналогии с Дайсоном. Jetopter G2000, так называется этот летающий аппарат, работает по следующему принципу. Небольшая турбина создает область низкого давления, в которую устремляется многократно усиленный поток воздуха. Это позволяет оторвать от земли что угодно весом до тонны. Пока все это добро тестируется на жидком топливе, а перейти на электродвигатели планируется совсем не скоро. Современные батареи просто не обладают нужной емкостью в 1500 Вт в час на килограмм. Для сравнения, сейчас этот показатель около 260. Пентагон уже заключил парочку контрактов в Jetopter, и это неудивительно. По словам компании, они снизили расход топлива более чем на 50%, а двигательную установку сделали на 30% легче, чем аналогична по мощности турбоментовая. А еще все это намного проще в изготовлении, обслуживании и эксплуатации. Будущее уже рядом. Скоро у каждого из нас будет шанс купить летающую машину и поймать в нее лилу из пятого элемента. Помните, нас с вами хотели чипировать с помощью 5G, чтобы отслеживать наше перемещение, что мы идем и куда смотрим. Но не переживайте, это почти в прошлом. Потому что Huawei в июле запустит на орбиту два тестовых спутника для 6G. Для тех, кто не знает, ожидается сеть шестого поколения будет работать быстрее в 50 раз. И будет работать не от вышек, а от спутников. Беспилотные автомобили смогут быстрее реагировать на ситуацию на дороге, а доступный интернет будет по всей планете. И вы сможете мгновенно скачать сезон свинки Пеппы для своих детей. И все это Huawei обещает запустить к 2030 году. Совсем скоро на всех датчах можно будет включить музыку с телефона, а не CD-RV с вечными хитами нулевых. Ну а теперь немного новостей из мира соцсетей и мессенджеров. Сразу два гиганта добавляют себе новый функционал. Сначала стало известно, что в Фейсбуке можно будет слушать музыку через Spotify. Да, прямо на сайте. Давно пора бы. Молодцы, что нашли такое изящное решение проблемы с авторскими правами. В России новая функция пока не будет работать. Так что продолжаем слушать музыку ВКонтакте. Чуть позже Павел Дуров в своем блоге сообщил, что в Телеграме появятся видеозвонки. И Паша обещает все, что нужно. Шумоподавление, демонстрации экрана и видеоконференции, которые не нужно пересоздавать через каждые 40 минут. Если вы понимаете, о чем я. А следующая новость, возможно, порадует веганов и тех, кто на диете. Британский стартап Decorators сделал растительный заменитель мяса из грибов. Оно по вкусу и текстуре похоже на настоящее. А все благодаря уникальному процессу обработки обычных шампиньонов. В продаже уже запущены бургеры и фрикадельки из нового грибного мяса. Многим нравятся необычные текстуры и яркий выраженный вкус. Ну еще бы, грибы-то из Голландии. Производство растительных аналогов так выросло в последнее время. И мне кажется, что скоро мы с вами увидим куриные ножки из ножек грибов, креветки из водорослей и шашлык из овощей. А нет, такое уже есть. Ну и какой же выпуск без новостей о космонавтике? Роскосмос хочет создать корабль для отправки животных к Луне. А все для того, чтобы изучить, как межпланетные путешествия влияют на живые организмы. Как будет выглядеть новый космический аппарат, должны решить до 15 ноября 2023 года. А до этого будут проводить подготовительные работы. Видимо, будут искать чертежи ракеты, на которой летали белка и стрелка. Вообще, в последнее время как будто началась какая-то космическая гонка среди стран. Китай отправил на орбиту модуль для своей станции. НАСА и Илон Маск строят глобальные планы на Марс. Россия активизировалась как никогда. Может, я чего-то не понимаю или все как-то хотят быстренько свалить с этой планеты? Как думаете, у кого лучше получится освоить космос? Пишите в комментариях. Ну и на вкусненькое. Яндекс наконец-то купил себе банк. Им оказался мало кому известный Акрополь. Представляете, и такой тоже, оказывается, был. До этого российский отец-гигант сначала расстался со Сбером, а потом пытался сойти с Тинькофф. И вот, наконец-то, нашел свою вторую половинку. Яндекс давно хочет развивать свои финансовые сервисы, а для этого ему нужна банковская лицензия. На все про все поисковик потратит чуть больше 1 миллиарда рублей. Сложно что-либо об этом мне сказать, потому что я, ну, никогда не покупала себе банк. Но надеюсь, что мы увидим инновационные продукты, а потом с вами их обсудим. Новости закончились, но у меня для вас мини-бонус. Впереди добровольно-принудительные выходные, и мы поможем провести их с пользой. По ссылке в описании вы найдете более 40 бесплатных курсов от Geekbrains. Учитесь на здоровье. На этом у меня все. Увидимся!